на улице сейчас плюс 35 36 вот понаставили вот этих вентиляторов на всей трассе но свежей не становится только деньги считаю потратили какой смысл в поле вот свежей не становится смысла не было ставить ну и такие жалобы поступают тоже но если серьезно правда это был ожидаемо жаркий но внезапно отчаянный июль митинги протесты народные сходы недовольные и несогласные в открытую по всей стране от краснодара до иркутска так ну что давайте я тогда начну а страна подхватит владимир владимирович владимир владимирович уважаемый владимир владимирович президент российской федерации владимир владимирович путин при мне было здесь средняя школа три начальных школы четыре магазина клуб все это было сейчас в нашем селе просто ничего нет сегодня мы подали обращение верховный суд приемная президента о недоверии судебной системы власти я стесняюсь спросить а у нас президент это царь и бог и я осталась одна ни при чем в своем доме нету места и война как нам быть дальше я не знаю а вот совсем неожиданное антивоенный белгород пацифик нанесенный под трафарет появился на десятках укрытий по всему городу 23 июля рассказал и показал популярный местный телеграм-канал под названием петел сейчас идет обстрел города вот это такое низкое укрытие на рынке возле парикмахерской как вот тут можно спрятаться вот куда бежать все для людей это боевой листок за июль повторю неожиданно дерзкий июль давай разрушим эту тюрьму здесь этих стен стоять не должно так пусть они рухнут 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 обещавшие давно песня прозвучала в исполнении депутата леонтий красовский депутат народного хурала 6 созыва стены рухнут каталонский гимн против диктаторского режима франко леонтий красовский спел его на митинге в бурятской столице улан-удэ 7 июля жители улан-удэ вышли на митинг против строительства прямо в городе мега тюрьмы на три тысячи заключенных во многом это был повод в принципе выйти цитаты из публикации группы бурятских активистов вконтакте да это был наш первый митинг для кого-то вообще первый митинг в жизни да наши выступающие порой путались в словах от переполняющих эмоций да кому-то речь перед толпой народа давалась не совсем просто но важнее всего то что каждый из тех кто стоял на ступенях говорил не только от себя почему это стройка здесь затевается 20 миллиардов это чита денежки до любая стройка в россии наверное везде а в бурятии так это точно это воровство в первую очередь это выступление алексея корнаухова местного активиста тот самый житель той самой смелой россии настоящего у меня вот такой вопрос они хотите ли вы построить например нам котельную на газе или газ провести в республику бурятию люди у нас топят чем машина дров за 20 тысяч уже стоит топят чем углем травами не у всех деньги хватает то есть по ночам топят уже и покрышками и отработанным маслом почему мы задыхаемся здесь вот так они к нам относятся всегда и плевать они хотели на на каждого из нас по отдельности на всех вместе благодарю за внимание мало того что бурятским активистам удалось согласовать митинг с властями и никого не арестовали так еще и местная журналистка вела профессиональную трансляцию в ютьюбе никто не спросил у жителей города улана согласны ли они на появление такого объекта внутри города просто взяли решили без людей ну как обычно у нас власть никогда не спрашивает позволения разрешения и вообще ни по каким вопросам не консультируется с людьми в описании к трансляции читаем владимир путин купил все сми и медиа в россии но у бурятии есть я и вот детали биографии меня зовут анна зуева 10 лет я отработала на государственном телеке бурятии в 2019 уволилась так как журналистики не осталось после начала полномасштабного вторжения россии в украину я стала рассказывать о тех кто уехал из республики из-за войны и репрессий о последствиях войны для бурятии о циничных политиках ксенофобии и взаимоотношениях с москвой так ну подписка конечно смелая россия настоящего и ее жители иркутск электрический митинг 25 июля 8 тысяч человек остались без света почему внятно никто не может объяснить а власти открыто сказали пока мы не можем решить эту проблему смелая россия настоящего и ее жители кострома 27 июля народный сход по вопросам здравоохранения среди участников активист хирург антон казанцев он был уволен из областной больницы из-за жалобы на главврача единоросса и после того как записал вот это обращение к президенту помогите людям первую очередь обычному народу как и везде говорю и пишу работягам бюджетникам их семьям пенсионерам ответ последовал молниеносно тот же день хирурга отстранили от работы за то что он рассказал всем как в россии лечат одному человеку ампутировали ногу у другого человека развился инцид у третьего инфаркт четвертого кинули умирать после операции рядом с лифтами список можно продолжать и продолжать и хирург казанцев продолжил сейчас уже после увольнения он собирает пресс-конференции и митинги с предел в краснодаре продолжается люди уже вышли на дорогу а почему отключение идут с июня месяцев в июне аварии не было последние значимые митинги протеста на кубани проходили в 2021 году в поддержку навального пишет телеграм-канал можем объяснить первые за много лет митинги протеста сразу в двух городах скрепного юга в краснодаре и анапе энергетический коллапс горожане перекрывают улицы и даже уже z-блогеры сообщают что причина отключения электроэнергии вовсе не в жаре как говорят власти а в войне и ударах украинских дронов 2 июля в самом начале месяца независимые сми писали в россии с антивоенной повесткой на выборы пойдут около 300 кандидатов речь о сентябрьских губернаторских и муниципальных выборах и наша позиция в том что мы хотим мира чтобы не погибали люди она очень важна если мы ее сможем хотя бы для какой-то части населения которое обратит внимание что мы выдвинули кандидата донести эту позицию это очень будет важно если мы сохраним как хотя бы одну жизнь 10 и не говоря уже тысячах да спустя 20 дней 22 июля власти не допустили ни одного антивоенного кандидата к голосованию в москве и петербурге в регионах чуть полегче 18 антивоенным кандидатам удалось зарегистрироваться но среди них не оказалось калининградца романа морозова кандидат в губернаторы калининградской области не смог преодолеть так называемый муниципальный фильтр но как это изменит его позицию по сути дела с 24 февраля ну я например сразу заявлял практически своей позиции что я не согласен с проведением специальной военной операции и сейчас это считаю что это ошибочное решение как минимум до остальное я как адвокат не говорю да не спокойный юрист телеграм-канал адвоката романа морозова один из подзащитных романа антивоенный активист игорь барышников политический заключенный писать письма просто писать письма это сейчас в россии тоже форма протеста форма сочувствия и форма поддержки это кадры из екатеринбурга калининграда москвы вечера писем политзаключенным я сегодня пришла первый раз я давно хотела не решалась пришла сегодня первый раз такая теплая атмосфера и в этом штабе в принципе такая очень искренне очень немножко грустная дали мне огромный бонус почувствовать себя граждан не просто жительницей дома какого-то этажа какого-то подъезда а гражданка и с гражданскими позициями вечер писем политзаключенным в петербурге 30 июля специальный гость депутат законодательного собрания политолог иноагент борис вишневский идет у меня суд я испариваю свой статус иностранного агента на против меня там сидят два чиновничка из минюста я задаю вопросы вот вы говорите что иностранный агент потому что я получаю иностранную помощь какую а вот вы даете интервью иностранным сми это вы значит расширяете свою аудиторию распространяете свой контент увеличиваете свое влияние прекрасно сказать пожалуйста почему в таком случае реестра национальных агентов не начинается с владимир владимировича путина который делает ровно то же самое почему и вот в реестре то нет объяснить мне пожалуйста игру вас какой-то закон один для него другой для меня невыносимый ужас отразился в глазах представитель министерства юстиции которые были вынуждены слушать такую неслыханную кромму и не иметь возможности меня остановить понимаете я же судя же не остановишь я говорю то что я считаю нужно вот это вот такие дела я демонстративно встал на сторону украины и все прекрасно односельчане здороваются в двадцать втором году о предпринимателе который превратил фасад своего придорожного магазина в площадку для антивоенных высказываний не рассказывали только государственные российские сми в начале двадцать третьего дмитрий скурихин был задержан и очень быстро осужден по статье о дискредитации армии приговор полтора года колония вот у меня такая справка есть о том что я отбыл с ними кепочка хорошо ну нормально вот пишет издание бумага в 11 утра 26 июля улыбающийся дмитрий скурихин вышел из ворот исправительной колонии номер пять в металлострое семья даже не сразу узнала его с короткой стрижкой без бороды в тюремной робе и сильно похудевшего а следующее утро после освобождения из колонии предприниматель дмитрий скурихин поехал в свой небольшой торговый центр сейчас на пока ты его крыше издалека видна надпись мне нужен мир и пацифик внимание общества вот таким как я активистом это внимание сочувствия обществу это залог того что мы все живы есть не будет общество не будет этого вот внимание сочувствия общества на просто не будет и все больше 20 тысяч задержаний почти 10 тысяч административных дел это главные цифры антивоенного сопротивления в россии за 29 месяцев войны независимый правозащитный проект овд-инфо продолжает считать и помогать людям задержанным за несогласие с войной а а вот статистики тихих протестов не существует такие протесты повсюду подсчитать невозможно публикация в телеграм-канале антивоенного движения зеленая лента от 14 июля россия 2024 простой город простой дом простой подъезд каких много 8 июля через несколько часов после российской ракетной атаки на киев в петербурге появились вот такие листовки там были больные дети остановитесь в москве к памятнику лесе украинки стали приходить люди с цветами тот же день когда российские ракеты разрушили крупнейшую детскую больницу украины роддом и несколько жилых домов в киеве когда погибло больше 30 человек и дети в том числе городские службы в москве цветы убирали но горожане приносили их снова и снова что увидели вы как ваш регион борется за мир в украине и свободу в россии пишите нам комментируйте присылайте свои истории и до встречи через месяц в смелой россии настоящего